Привет-привет! С вами ты заглянул на мой канал. Меня зовут Лена Воз. И сегодня, как вы поняли из названия, будем смотреть нового производителя и одновременно новую сразу бумажечку. Ну, собственно, новый производитель. У него вышли первые две, насколько я понимаю, только это две пока коллекции детские. Это очень круто, потому что я всегда рада детским коллекциям. Их всегда не хватает. Хочется больше, потому что это самая ходовая тема в скрапе, как я думаю. В общем, сейчас будем распаковывать, смотреть. У меня вот такая вот большая коробочка, видите, и с логотипом скрапхом. Пощупаем, посмотрим, всё вам расскажу. Что? Я эту бумагу немножко уже видела в сториз у девочек. Кто-то делал обзор, вроде понравилась бумажка. И вдруг мне написали производитель, собственно, сам, представитель магазина скрапхом. Я думаю, вы все этот магазин знаете. Вот его с логотипом. Раньше это был просто магазин для скрапбукинга, довольно большой. Известен он тем, что у него всегда очень низкие цены, какие-то акции, что-то такие движухи идут. Много мастер-классов у них выходит. А вот сейчас, видимо, они занялись уже и производством своей бумаги. Это очень круто. Всегда рада, когда появляются новые производители. И вы, пожалуйста, поддержите их, потому что всё больше, наоборот, закрываются. Если возникают новички, нужно их точно поддерживать. Поэтому я обязательно оставлю на них ссылочку и на Инстаграм, и на сайт, и на Контакт. И, пожалуйста, подпишитесь. Чисто от себя говорю, это не то, что они что-то просили. Потому что реально хочется, чтобы не пропадали наши производители отечественные для скрапбукинга. Собственно, давайте смотреть. Вышли, как я сказала, две детские коллекции. Но помимо детских коллекций, вот тут вот так всё запаковано. Я ещё ничего не открывала, только в коробку вскрыла. У них очень много чип-борда. И я, видимо, попала на акцию, потому что чип-борд был очень-очень дешёвый. Буквально по 10 рублей. Что-то, мне кажется, даже по рубля 4 было. Что-то такое. Я в шоке была. Я потом спросила в Инстаграм у, собственно, представителя Юли, наверное, которая мне писала, да, говорит, у вас всегда такие цены. Она говорит, нет, просто сейчас акция идёт. И я когда листала чип, я нашла чип, который я использовала в БОХ-альбоме. Здесь прикреплю ссылку. То есть, мне тогда девушка присылала свои материалы для этого альбома. И, соответственно, чип она мне прислала. Я не знала, чей был производитель. Чип был крутой, плотный. Удобно было с ним работать. И вот, оказывается, я уже работала с вот этим чипом. Я тогда ещё стала больше набирать. Думаю, ну, значит, я качество уже точно знаю. Какое крутое. Ещё и цены такие низкие. Я немножко тут пошумлю. Как-то это дело. Нет, всё-таки пакеты. Так, во-первых, смотрите, здесь был подарочек чип-бортик. И спасибо за заказ. Так приятно. Дальше чип-борд, видите, прослоен. Он в негативе сам весь вижу. И прослоен ещё картоном, чтобы ничего не сломалось. Это тоже круто. Тоже в сторонку отложу. Хочется уже скорее бумажку пощупать, потрогать. Так вот, насколько я поняла, у них вышло две коллекции больших, в больших наборах. И маленькие... Не маленькие. Просто вот такие форматные на А4 наборы для вырезания. Сейчас всё поэтапно посмотрим, пощупаем, разглядим. Ещё раз повторюсь, я очень рада, что у нас появился новый производитель. И начал он с детских коллекций. Это очень круто. Так, кстати, у них можно купить эту бумагу на Wildberries. Wildberries сейчас везде есть практически. Я знаю, потому что у меня родители живут в маленьком городке. Там что-то у них 30 тысяч жителей. И тем не менее, там два или три пункта Wildberries есть. Можно купить. Давайте начнём для мальчика коллекции. Вы же знаете, я больше приверженца, как мама мальчика мальчиковых коллекций. Называется «Мой сладкий мальчик». Давайте я сейчас распакую, будем читать. Всё, видите, индивидуально запаковано. Вот. А так на сайте у них и так много материалов для скрабуфинга и других брендов. Ну, и учеборд. Видите, какой крутой. Так, это пока отложим в сторонку. Немножко подвинем здесь мой антураж. Называется бренд уже не как магазин «Скрабхоум», а «Пейперхоум» называется. Название, да, в бумаге. «Мой сладкий малыш» в наборе. Это 10 листов, 5 двухсторонних листов, 30,5 на 30,5, по 2 каждого дизайна, плюс бонус и линст для вырезания на обороте. Плотность заявлена 190 грамм, произведено в России. И кому важно, да, они содержат кислоту или гнина, значит, это прям качественная печать, которая должна быть. Ещё указано круто, что художник и дизайнер, всегда можно зайти к ним в Инстаграм, подписаться, посмотреть, да. Так, сама обложечка, да, такая же, как искра бумага, я думаю, да, она не блестит. То есть вот эти вот при желании, если не нужны вырезалки, можно использовать эти полосочки круто в открытках. Вот, цветовая гамма, конечно, не очень нравится, симпатичная, приятная взгляду и самое то для мальчика. Что, здесь вырезалки, много маленьких элементиков, ну, так и средненькие есть, здорово, что нет огромных, и, в принципе, все вырезабельные, я смотрю, да. Ну, вот, наверное, этот конкретный листочек, ну, ну, формат 20 на 20, не больше. Если вы не берёте дополнительный вот сет для вырезания, то, ну, такие вырезалки хочется немножко покойнее, посмотрим, что там будет. Если для большого альбома, да, я просто говорю с точки зрения, что у меня детские почему-то всегда огромные заказывают 25 на 25. Вот сейчас у меня в работе 30 на 30 было несколько штук. Ну, а так прелестные, мне нравится и акварельная вот эта рисовка. Все клепарты друг с другом отлично сочетаются, это не то, что из разных коллекций, ну, по крайней мере, на мой взгляд, да, хлопушки чудесные, звёздочки вот такие вот шикарные, пуговки. Пуговки, это здорово, значит, можно деревянные будут использовать в декоре, они всегда выигрышно смотрятся. Домики вот эти вот симпатичные, вырезалки мне нравятся. И четыре карточки универсальные, суперские, потому что можно их, например, я такую карточку использую на развороте, где есть УЗИ, просто снизу делаю чеборд. УЗИ, кстати, мне кажется, я тоже брала. И здесь можно мамочку, может, подписать, да, когда был УЗИ, на каком месяце, может быть, какие-то данные ещё какие сохранились, да, либо там на достижение, да, или первая улыбка, тоже там какие-то даты записаются. Такие карточки супер. Они есть место для записи, в то же время с декоративной точки зрения красивые. Так, ну и дальше, дальше пошла бумажка. По плотности, да, вот 190 грамм, отличная стандартная плотность, никакого нет здесь тиснения, гладенькая такая приятная бумага, и она матовая. Мне вот сейчас по качеству очень нравится. Так, посмотрим, с ярлычком ли этот размер или без, если я найду сейчас линейку. Я нашла линейку, и да, здесь 29,5 по высоте, или даже 20, да, 29,5, то есть это размер 30,5, 30,5, все габариты с ярлычком. А вот ширина, ширина, а, мне показалось, что больше 30,5, всё правильно, вот, 30,5. Ну, вот такой размер, мне лично не очень важно, что она на сантиметр меньше, даже для альбома, хотя 30 на 30, я там обычно использую листочки-то 29 на 29, вот, поэтому, или 29,5, поэтому мне вмещается. Первый принт, видите, мне нравится, что он многодетальный, наверное, так сказать, что это не просто один цвет и один какой-то элемент разбросан, да, здесь и видно алфавит, вот, и немного пошорпанный экран, и от штамповки текста прикольные, всё такое мягкое, жёлтый цвет, ой, какой зелёный красивый, я обожаю вот этот оттенок зелёного. Надеюсь, вам правильно там передаётся цвета на экране, но он очень такой вкусный, оливковый цвет, и, опять же, немножко текста, и небольшие там такие чёрточки. Крутые принты, здесь вот даже марочки от штамповки есть, мне нравится. Сочетание, видите, какое мягкое, нежное, самое то, особенно для альбома первого года жизни. Говорю, как мастер, который сейчас запустил курс по фотоальбому первого года жизни. Этот принт тоже моя любовь, прям, я смотрю, наслаждаюсь. Во-первых, облачка, они не крупные, они прям маленькие, ну, полтора сантиметра, может быть, два, самое большое. Вот, поэтому смотрятся именно как фон, и они не просто односложные. Здесь есть и звёздочки, и они залитые, и контурные, и опять немножко текста каких-то горошинок. И в то же время это всё нюансно так сделано, прям, браво мастеру. Мне обычно в детских коллекциях как раз не хватает вот таких общих принтов, без особых каких-то героев, которые мешаются иногда, да. Пусть они будут в вырезалках, я их сама приклею туда, куда мне нужно. А вот такой вот принт чудесный, нежный, и облачка здесь тоже где-то заштрихованные, где-то просто чистенькие, беленькие. Красота. Честно, честное мнение, вот тоже принт. А, каждый, каждый принт моя любовь, слушайте. Мне кажется, у меня где-то похожая ткань есть, именно звёздочки, да, такие разбросанные, мелкие и в голубом тоне. Круто. Опять же, звёздочки, их здесь много, они разномасштабные. Трёх цветов вижу, синие, голубые, и вот, ну, тёмно-серые, чуть-чуть они отличаются от фона. И опять же, текст. Блин, честно, честно, мне очень нравится. Крутота, крутота. Вот, полосочка тоже универсальная, в мурчаковых альбомах. Такая коричневая, вкусная, шоколадная. И снова она немножко, как будто потёрпатая. На самом деле, это вот этот как раз текст, так местами отштампован. Крутая идея с текстом, она как раз объединяет все-все листочки. И они отлично. Хотя и так сочетаются, но так тоже здорово. Блин, здорово. Горошек, милота. Блин, это как раз как старый скраб. Когда я пришла в скраб, это было лет шесть назад, вот как тогда такие были коллекции. И они мне очень нравились. И жалко, что некоторые уже сняты с производства. И я рада, что они возвращаются. Такой стиль, да, когда у нас только фоновые, какие-то милые, именно проработанные принты. Я опять же не повторюсь, как просто размножили там одну собачку в разных положениях. Ну, или один цветочек, да. И всё по стиле. Нет, здесь дизайнер поработал с принтом. Мне очень нравится. Так, такой листочек, вот такая клеточка. Ну, это уже сильно восторга не вызывает. Просто клеточка немножко и текст. Но, опять же, она хорошо вписывается со всеми вообще цветами в этом наборе, да. Полоска. О, какая качественная. Круто. Печать мне очень нравится. Хотя тут, знаете, судить ещё рано. Нужно по вырезалкам, наверное. Потому что особо героев нет. Но вот буквы все чёткие. Даже можно текст разглядеть. То есть не расплывается ничего. Так. Это ещё такой же. И последний принт. Ой, тоже милота. Милота такая. Со звёздочками полумесяцами. Красота. И, опять же, немножко такие всполухи. Именно фон нелинейный. И здесь вот такая вот косая клетка. Слушайте, я прям в восторге. В восторге. Круто. Это то, что мне нужно при работе именно над детскими коллекциями. Детскими альбомами. Вот. Потому что мне вот... Ну, это чисто моё мнение по моему опыту. Но мне нравятся именно детские альбомы делать, когда у меня чистые одни фоны. Ну, не чистые в плане, да. Но без героев. Без каких-то больших акцентов. А там я сама их распределю где мне нужно. Здорово. Здорово. Сейчас посмотрим вырезалочки. Так, набор для вырезания от Paper Home. Правильно же произношу, да? Paper Home. Мой сладкий мальчик. Здесь 8 аж листов. Ну, формат получается А4. 21 на 29. Но опять 29. Да, 29 это край. То есть, опять же, все вырезалки на 28. Но это не так важно. Они, кстати, здесь на этой превьюшке все представлены. Тоже 190 грамм. Так, что смотрим? Опять же, я смотрю, печать мне нравится. Мне нравится, что они расположены, как сказать, удобно. Нет такого, что у нас их мало. Они как-то раскиданы. Нет, здесь все здорово. Все полезное пространство занято. Где даже было пространство, видите, пуговки раскидали. По цветам коллекции очень хорошо... По цветам коллекции очень хорошо подходит. Видите, вот. Вот. Вкусно прям смотрится. Будут в композициях очень здорово смотреться. Фон белый здесь. Ну и бумага здесь тоже как будто на белом фоне. Мне кажется, здесь будет удобно. Да, вот белые облачка. Вот. Поэтому это не винтажный стиль. Но можно, в принципе, винтажный сделать. Все атрибутики здесь вижу. Даже на первом листочке. Так, пока коллекцию в сторону уберу. Здесь есть и баночка для первого купания, и бодики, и носочки для отпечатков. И зубик, да, если кто делает бутылочку, да, для зубика или что-то такое. Какие-то игрушечки, классные велосипедики, барабанчики. Но все в одном стиле. Ну, вы сами видите. Вкусно-вкусно нарисовано. Клепарты вообще суперские. Мне нравится. По вырезабельности, наверное, да. Звездочки, наверное, кто-то может устать вырезать. Ну, у меня иногда... У меня часто случается вечера вырезания, когда я просто заранее сажусь и вырезаю. И даже вот такие вот элементики у меня уходят под фильм. Единственное, что вот как-то мобиль называется, да. Такая вот каруселька. Ну, тоже, в принципе, можно вырезать аккуратно. Вот. Они односторонние. Дальше. Вот эти вот собачки. Мне кажется, это что-то напоминает из какого-то мультика, да. Барбоскины, нет? Там что-то был похожий. Песель. Вот. Опять же, они здесь разные. Хоть есть и похожие, но отзеркаленные, да. Вот. Или тут, видите, одежду немножко поменяли. Зайчику по цвету, отзеркальный. Где-то эта собачка спит. Тоже одежду немножко поменяли. Здорово, что не в одном положении, а есть зеркальные, потому что не всегда подходит именно этот ракурс, да. Хочется в другом направлении. Есть выбор у нас. Здесь с машинками тоже, видите, разные. Вот. Но опять же, здесь есть облачка вырезать. Эти шарики. Шарики. Воздушный шар очень красивый. Кварельная прорисовка здоровская. И, как я и сказала, ничего размытого нет. Вот, честно, девочки, это не то, что я нахваливаю, что мне на обзор прислали. Это чистое мое мнение. Вы знаете, я всегда вам честно рассказываю. По плотности, да, 190 грамм. Но это, как и вся наша бумага. О, как шикарно. Слушайте, я вообще люблю дома. Ну, я думаю, все скрайперы любят домики в композициях использовать. И здесь здорово. Они разные есть, да. Хотя нет, наверное, да, похоже. Ну, смотрятся как разные. Деревья тоже интересные. Машинки вообще. Смотрите, какие здоровски прорисованные. Вот этот вот поезд. Кстати, все вырезалки, как я сказала, нет особо крупных. Вот эти вот собачки, это же собачки, да, ведь верно? Ну, они максимально вот 5-5,5 сантиметров высотой. Поэтому отлично. Здесь есть атрибуты и новогодние. Например, для первого нового года. Я тоже периодически делаю такие разворотики в альбомах, да. Поэтому можно в стиле... Это вообще, по-моему, я первый раз вижу, когда детская коллекция. И рассчитано еще и на эту тематику. Потому что, как правило, есть у тебя задание ТЗ, да. Сделается разворот мой первый Новый год. И ты сидишь и думаешь, а что же сделать новогоднего? Подобрать как к детской коллекции, к розовой теме или что-то такое, да. И всегда это трудно выходит. Либо ты вообще ничего новогоднего не используешь, кроме надписи «Мой первый Новый год». Либо совершенно в другой тематике получается разворот. А здесь прям мне нравится, что продумано это дело. Круто. И для дня рождения вижу детали, и для рисунков что-то такое. Шестеренки, опять же, на тему мальчиков, да, деревянные. Здорово будет сочетаться именно то, что они не металлические. Многие конструкторы детские, да, для малышей. Сделаны из дерева, деревянненькие, да. И будут хорошо сочетаться с такими фотками. Вот. Дальше. Дальше пошли цветочные. Цветочные ее в какие-то принты. В мальчиковых коллекциях я редко использую. Даже в таких малышковых. Если использую, то прям какие-то, может быть, зеленые веточки чуть-чуть. И здесь, смотрю, уже будет сложновато вырезать. Вот эти вот веточки. Можно, конечно, но они как будут смотреться на фоне, да. Это надо постараться. Особенно вот эти вот укропчики. Вот, честно, я вот эти укропчики буду, наверное, отрезать. Потому что вырезать их качественно будет сложно. А большой контур я как-то не люблю. Вот. Но это уже на усмотрение каждого. И опять же, смотрите, как здорово забит лист. Что здесь очень-очень много высечек. Вот такие элементы уже похожи на наши скраповые цветы, да. Которые мы используем. Вот это может быть тоже применять в работе. Здесь уже все вырезабельно. И вот эти вот веточки все круто будет вырезать. Бутончики. Синенькие тоже слои куда-то пустить. И можно сюда в серединку сделать, как здесь, пуговку какую-то настоящую. И будет суперски смотреться. По цветам, опять же, отлично сочетается. О, тежики. Тежики, спасибо большое. Ой, слушайте, у меня сейчас будет тоже альбом. Детский. Сейчас посмотрю, как девочковая коллекция. Может быть, туда применю. Потому что мне не хватает вот этих тежиков в той коллекции, которую я взяла. Простые универсальные карточки. Тежики, много места для записи. Что нам еще нужно, да? И отлично подходит по тону коллекции. Ну, сделан круто. Круто, односторонний. Листочек с надписями здесь. Можно их, наверное, вот эти вот разрезать на полосочки. Если есть подходящий нож, сделать к нему какую-то фигурную высечку. Нравится, во-первых, про эти надписи, да? Что они есть разноцветные. Ну, а шрифт я смотрю один. Здесь просто черные. Здравствуй, мир. Сладкие сны. Ага, они повторяются. Вот этот вот и вот этот блок один и тот же. Но на тему мальчик. Сыночек, малыш, любовь. Это самое главное. Мама, папа, я счастливая семья. Играю. Первые успехи. Люблю изобретать. Наш сладкий малыш. Любимый сыночек. Важный момент. Но все-таки универсальные надписи. Крутые. Их всегда нужно много в детском альбоме. Потому что хочется под каждую фотку сделать какую-нибудь надпись, да? Вот эти элементы тоже все вырезабельное. Наш сынок, счастье, малыш. Это все можно уже и на обложку, да, поместить. И здесь отдельно кубики, видимо, чтобы написать самостоятельно, может быть, надпись, да? Потому что есть ножи для вырубки с алфавитом. И можно туда вставить и сделать, например, имя малыша. Интересная тоже задумка. Первый раз такое вижу. Так, и второй листочек с надписью на английском. Ну, это уже на усмотрение, кому как. Не знаю, я, может быть, буду использовать Baby Boy, Little, да? А там уже на усмотрение заказчика, да, клиента, кто у меня будет покупать такой альбом. Нужны ли ему на английском или нет. Потому что у меня даже был немецкий альбом, где я на немецком делала надпись. Специально распечатала. Слушайте, ну, первая коллекция мне очень понравилась. Мне вот даже придраться не к чему, кроме, наверное, вот этих вот укропчиков, которые сложно вырезаются. По стоимости вообще очень доступно. Слушайте, точно не помню. Ну, я, может быть, здесь прикреплю. На стоимость вот этого набора и стоимость набора бумаги. Вообще очень приятный то, что можно на Wildberries заказать. А я заказывала уже бумагу с Wildberries. Правда, не этого производителя, да? Она приходит, кстати, вот просто вот набор без какой-либо упаковки. Но все четко, все ровно. Поэтому не бойтесь. И это ни одной мне так пришло. Многие мне девочки тогда писали в сториз, что, да, всегда с Wildberries заказа бумагу всегда она приходит без упаковки какой-то дополнительной, но ровная и ничего не помято. Поэтому не бойтесь заказывать, пробовать. Коллекция мне очень понравилась. Нравится, что она двухсторонняя. От принтов вы уже поняли. Я в восторге. Они такие очень милые моему сердцу. Сейчас посмотрим девочковый набор. Набор для девочки от Paper Home. Моя сладкая девочка. Ну, в принципе, все то же самое. 10 листов по 5 каждого. И бонус вырезалки. 190 грамм. Это я сказала. Единственное, что я заметила, что здесь больше цветов. В мальчиковом наборе там зеленый, желтый, коричневый, голубой. Четыре цвета где-то. Ну, и белый. А здесь получается желтый, фиолетовый, розовый, серый, зеленый и коричневый. То есть 5 или 6 даже цветов. Это так немножко распыляет. Ну, посмотрим сейчас, как они просочетали это дело. Может быть, все и сочетается хорошо. Так, с обратной стороны вырезалки. Вот такие вот, да. Ну, в принципе, цвета не яркие, кроме вот, наверное, вот этого розового. Поэтому хорошо сочетается между собой. Такой нежненький получается сет вырезалок. Опять же, здесь они немножко мелковатые. Но вырезалка, наверное, там будет покрупнее. Для разных, видите, работ. Можно и открытки сделать. Можно миники кто-то делает, да. Поэтому здорово, что есть и маленькие вырезалки. Кстати, их как-то всегда меньше. Они быстрее уходят, чем крупные вырезалки. Здесь опять карточки. Вот здесь вот такая вот с героем. Мне кажется, там не было с героем, да. Не помню, может быть, ошибаюсь. И вот три для надписи. Дальше. Вот такой принт был у мальчика. Мне кажется, прям один в один. И с обратной стороны здесь уже бабочки. Но их еле видно. Как будто такие вот прям крылышки невесомые там на фоне. Таком сиреневом. И опять же, немножко текста есть отпечатанного. Два таких. Вот такие с облачками. Тык-тык-тык-тык-тык. Стоять. Облачка там тоже были. Только здесь нежно-розовый фон. Звездочки. И там, мне кажется, даже сердечки видят, проглядывают. А у мальчика сердечков не было. Или сердечек. Вот такие пузырики. Или это цветочки. Слушайте. Сделано очень круто. Мне нравится. Такие всполухи даже похожи, может быть, немножко на снежинки. Как раз для разворота про первый Новый Год. Следующий вот такой листочек с сердечками. Зеленые сердечки на розовом фоне. И белые там сердечки есть. Тоже разные по заполнению. Прикольно смотрится. Вот такой тоже принт был у мальчика. Зеленоватый, красивый, с текстом. Вот такие вот звездочки с месяцами. Там тоже был похожий, но по цветам совершенно отличается. Мне кажется, даже по дизайну немножко отличается. Не знаю, вот этот не уверенно, что сочетается. Он как будто бы немножко холодный оттенок идет. Может быть, специально вот дан, наверное, для сиреневого фона. С этими, с полосочками. А, еще принт. Я думаю, что-то быстро закончилось. Ну, видите, я люблю мальчиковые коллекции. Поэтому девочковые уже. Или потому что уже прошел эффект вау. Не так мне нравится больше, да. Но, тем не менее, листы вот в тандеме хорошо сочетаются. Здесь деревянный принт вот такой. Тоже с текстом. Дерево. Ну, в принципе, нормально пропечатано. Мне кажется, оно не должно быть, наверное, сильно четким. Вот. И здесь вот такие вот снежиночки на холодном фоне. Немножко мне смущает, что так много цветов. Наверное, это из циклепартов, что их так... Они хорошо вместе сочетались. И под них сделали вот такие вот принты. Но скажу честно, что я вот делала... Какой у меня уже третий или четвертый по счету девочковый именно альбом. И там 8, 10, 9... Нет, 9 максимум сейчас делаю разворотов. Было еще 12 разворотов. Это вообще много. И, конечно, в одной гамме там 3-4 цвета. Это мало. Я, как правило, беру разных коллекций. Три, 2-3 коллекции, даже от разных производителей. Пытаюсь их совместить в одном альбоме, чтобы все-таки поразнообразнее были принты. А тут, видите, много цветов. За счет этого можно каждый разворот в таком большом альбоме сделать разный, уникальный. Переменить. Бумага двухсторонняя. Можно выбрать, какой фон вам больше подходит. А остальные, например, переменить в другом фоне. Так, сейчас посмотрим еще вырезалки. Я запуталась тут в бумажечках. Так, элементы для вырезания. Снова 8 листов. Снова формат 21 на 29 и 190 грамм. Вот такие элементики. Тоже все самое то для детских альбомчиков. Для, особенно, первого года жизни. Все элементы из детской комнаты. Какие-то подарочки, звездочки такие милые, котики. Ну, круто. Мне нравится, что по цвету, видите, все отлично сочетается с собой. Очень здорово. И размер. Размер вообще универсальный. Вот такие вот. Это вот, кстати, принт мне... Точнее, эти вырезалки. Мне напоминает прям принт. В принципе, если не хватает, можно использовать куда-то на подложке для активного принта. Кто привык такой. Ну, а в принципе, можно это все и вырезать. Да, вот такой воздушный шар первый раз вижу из бабочек. Так мило. Окошко тоже такое миленькое. Замок. Вот эта вот собачка уже тут девочка. Лесенка. Ловец снов даже есть. Да, вот зайчик какой милый. Красота. Единорожик. Красота. Я не знаю, где не берут такие клепарты, но супер. Мне нравится. Вот. Тоже элементы, да. И опять же, есть небольшие элементы на тему Нового года. Их всего три тут штучки, но они есть. Это очень здорово. Какие-то интерьерные вырезалки. Мебель, да. Полочки вот такие красивые. Такого в скандинавском стиле, что ли, нет? Вот эти вот полочки смотрятся на детскую комнату, да. У многих у нас есть вот такие фотоаппаратики. Мы покупали на Алиэкспресс для фотографирования работ, да. Вообще будет супер сочетаться. И домики, конечно. Подарочки. От вырезалки я прям в восторге. Цветочки тут, конечно, все пойдет. Опять же, я скажу, что это такой же лист, да. Только цветовая гамма другая. Вот эти вот укропчики, да, я их назвала. Укропчики я, наверное, буду отрезать. А тут вот как раз цветы будут must have. Подойдут в все композиции у меня. Вот эти тоже элементики здорово сочетаются. Зеленый тут такой нежненький. Хорошо смотрится. Вот. И вот как раз такие тканевые цветочки, да. Из ленточек, наверное, что-то такое. Вот такие тоже карточки для девочки уже. Тоже хорошо сочетаются с самой коллекцией. Здорово. И снова надписи. Я думаю, тут по тому же принципу надписи сделаны, да. Только для девочки уже на тему девочки. Принцесса, счастье, звездочка, малышка, мечта и радость, семья, доченька, улыбка. Одних вот этих уже хватит, да. Тут еще есть вот такие вот маленькие. Можно, в принципе, их разрезать и потом вкладывать в конвертик. Мамочки можно даже сделать на двухсторонний скотч и клеевую сторону вторую не отклеивать, чтобы маме, заказчице, было удобно потом вклеивать под нужные фотографии. Это тоже так мило. Ну и на английском языке. Тут, кстати, можно еще вот сердечки повырезать. Здорово. Вот такой наборчик. Что, посмотрим с вами чипборд. Так, я распаковала чипик. Смотрю, здесь есть на египетскую тему. Я сейчас как раз заканчиваю этот альбом. Вовремя я забрала посылку. Сейчас добавлю туда на египетскую тему. Вообще тематик у них очень много. Как видите, даже вот на тему Египта это очень узкая тема. Есть и разные каталоги интересные. Я прям все пролистывала, смотрела. Ну и опять же, это акции, на которые я попала. Цены были вот просто загляденья. Что у меня здесь? У меня надпись «Подарки». Я смотрю, что с одной стороны чипбушеный, с другой стороны беленький. Ну вот именно делают, чтобы надписи были с беленькой стороны. Так, моя сладкая в детский альбом может пойти быстро. Ускоряемся, здесь очень много чипа. Вот такие вот элементики, домики. Я их взяла несколько. Мне кажется, веточка туда подойдет. Вот, у меня есть коллекция от графики. Такая с феями. И вот к ней декора у меня нет. Поэтому здесь я увидела, что есть такой чип. И сразу взяла, видите, его в нескольких вариантах. Он как-то тоже там называется коллекция у них. Не помню, вот честно. Но прям я несколько элементов взяла. Снегопад у нас впереди Новый год. Пригодится. Вот такой вот осьминожек. Красивый он, видите, с гравировкой. Вот тоже, видите, новогодние элементики классные. Тоже все в негативе идут. Перемычки есть, но не сильно большие. Вот, в принципе. Вот. Ну и толщину я вам не сказала, да? Тоже полтора. Почему тоже? Полтора миллиметра толщиной. Плотненький чип. Отличный. Так, сейчас попробуем. Я вот эту часть выну. Даже без ножа. И так. Все. Вот я вынула элемент. И он очень плотный. Не хлипкий. Мне нравится чип. По качеству. На уровне таких хороших чубордов. А цена тут вообще очень низкая была. Опять же, вот из этой коллекции какой-то такой феи. Про феи я назову ее так. Не помню точно, как называется. Домик вот такой. Грибочек. Домик-грибочек. Вот такие вот листочки. Фоновый чипик вот с цветами. Вот такой. Опять же, крылышки. Тоже к теме феи. Можно их вот так использовать. Да и будет бабочка или фея, как я сказала. Вот еще такой домик сюда. Я их три взяла. Два спила. Таких симпатичных в эко-работы у меня пойдут. На тему Египта. Видите, какие разные элементы. Это нефертити, наверное, да? Это какой-то тут зонхамон. Кто-то такой. Тоже это все с гравировкой. С обратной стороны они гладкие. Здесь вот гравировка идут. Глаза качественные, сделанные губы. Смотрите, да? Вообще здорово. Так, еще на тему Египта вижу вот это вот. Я не знаю, как назвать. Напишите, как его назвать. Может быть, там было название, я не помню. Так, это еще на дачную тему. Немножко леечка. И какие-то там растенеца. Так, сладкие пяточки. Надписи, кстати, у них много. И они прям интересные по теме. Они какие-то нестандартные, да? Поэтому вот к теме детского альбома и отпечаток ножек. Очень подойдет надпись. Крутая. Так, наша история. Это куда-нибудь в семейный альбом, либо свадебный. Вот такой вот конек. Там, кстати, где-то рыцарь тоже должен быть, мне кажется. У меня есть коллекция от Эхо Парка с рыцарями. К ней у меня тоже есть декор, но хочется еще побольше. И тут я увидела этого коня и рыцаря мальчика. И думала, вот, вот это туда у меня пойдет. Так, здесь надписи «Веселись». Здорово. Египет. Вот как раз к теме Египта. И пирамиды. Здесь вот вижу я красивые. Слушайте, надо сейчас срочно переделывать альбом, чтобы чип-чип туда встроить побольше. Еще из этой волшебной серии вот такие вот качельки на цветущейся какой-то лиане. Так, это у меня ягодки. Ягодки, цветочки, что-то такое. Эко-тема. Это еще листочек сюда. Да, здесь новогодняя тема. Вот с этой палочкой сахарной, или как она правильно называется, и листочки. Где у меня была новогодняя? Вот здесь. Вот эти вот гномики симпатичные. У меня есть пару коллекций с ними. Они такие крутые. Мне нравится, что они не просто какие-то плоские, а именно проработанные внутри. Качественно на лыжах. А этот пьет кофе. Как-то они не гномики, они как-то называются. Это норвежские или что-то такое. Норвежские герои, герои Нового года. Вот такое еще, да, он со звездочками. Ну, милота такая. Чип, прям приглядитесь. Качество мне нравится. Как я сказала, я с ним оказалась, уже работала. Так, рыбы. Рыбы, ну, такие тут, наверное, все-таки детские. Я не знаю, наверное, когда смотрела, хотел какой-то сделать альбом на тему туриста. Да, про рыбалку. Ну, вот эти вот, наверное, все-таки в детский куда-то о любом. Либо у меня есть фотографии, где... Мой сын рыбачит с дедушкой. И вот как раз детская тема и тема рыбалки будет два в одном. Так, такой вот кораблик детский симпатичный. Моя прелесть. А, кстати, у них много тематического типа. Вот я вспомнила и надписи, и атрибуты. Вот есть «Властелина колец», по-моему, «Гарри Поттера». Еще какие-то популярные фильмы. Прямо у них очень круто проработано. Я хоть и не увлекаюсь этой темой, но не смогла не взять эти надписи. Они, видите, оформлены, как здорово. «Мир не в книгах и картах, он там за окном». Это, по-моему, из «Хоббита», да, фраза очень крутая. Еще и так написано, шрифт, да, если есть ключ, должна быть и дверь. Не знаю, для чего, скорее всего, для каких-то скраб-страничек, но прямо они будут в тему такие надписи. Интересные пробежи, пробегитесь. У них, прямо говорю, ассортимент очень крутой. Так, вот такое вот колесо. Тоже на какую-то эко-дачную тему. Вот такой вот цветок от, наверное, Маки. Нет? Что-то такое. На зимнюю тему фонарик с композицией. Еще пирамиды, я смотрю, взяла. Двое пирамид. Вот этот рыцарь, мальчишка. Милый-милый. Прямо, может, на обложку, скорее всего, пойдет. К нему дракона. Даже два я взяла. Два дракона вот таких. Красавца. Здорово проработанная. И мне нравится у них гравировка. Очень тоненькая. И качественно без каких-то прерывистых частей. Потому что мне приходил чип один раз, который прям такой гравировкой. Немножко как будто пикселями идут. Нет? Все тут в порядке. Так, живи в путешествии. Это как раз к теме Египта. Вот такой вот набоха тему. Я не знаю, ничего взяла, но взяла вот такие милые сердечки. Классные детские альбомчик. Куда-то можно пустить. И не только еще кораблик. Вот сердце такое. Как заборчик с композицией. Замок. Это, наверное, вот к теме этого, ну вы поняли, рыцаря. И две вот такие вот гирлянды. Слушайте, я думала, надписи я бы заказала больше, а я заказала только две. Наверное, я решила, что лучше спросить у заказчицы, какие нужны надписи. И не стала рисовать. Гирлянды такие красивые. Зимние, видите, тоже взяла две. Потому что круто будет и фотографии обравнивать, и на открытке сделать, на обложке альбома. Ох, сколько у меня чипа. Видите, все пришло на подложечки. Ну что, заканчиваю я свой обзор. Какой-то он получился сильно хвалебный. Но это, честно, мои эмоции. То качество, которое я вижу, то вам говорю. В работе еще не пробовала. Можно попробовать, наверное, беговку. Давайте попробуем беговку. Но тут дело еще в том, как беговать правильно. Вот я возьму листочек. Возьму палочку. Возьму палочку. И что, пробегу линию одну. Так, да. Сейчас мне бы попасть в нее же. У меня просто маленькая доска. Так. И сгибаю. Вот. Все, ничего не рвется. Но это, опять же, да, как правильно беговать. Вот так. Может быть, если я неправильно буду беговать, оно тоже будет хорошо работать. Сейчас протестим при неправильной беговке. Это если мы пробеговали вот так и сюда загнули. Нет, ничего тоже не трескается. Ну, я, по крайней мере, не вижу сейчас. Вот. Все ровненько. При правильной и при неправильной беговке тоже. Поэтому качество мне нравится. Отлично. Мне нравится сочетание цветов. Особенно в мульчуковой коллекции. Ну, и, как вы видите, у меня есть еще один наборчик девочковой коллекции, который я вам подарю. Мальчиковую нет, не подарю, честно. Потому что она мне очень понравилась. И я-то обязательно сделаю с ней альбом. Вот. Девочковая мне тоже понравилась. Элементы тоже крутые. Я, скорее всего, тоже поработаю. Но не в таких больших масштабах, как с мальчиковой. Поэтому один наборчик. Моя сладкая девочка. Я вам кому-нибудь подарю. Все условия розыгрыша будут в описании к видео. Там будет подписка на мой канал. Будет репост, скорее всего, этого видео к себе куда-нибудь в ВКонтакте. И подписаться, конечно, на производителя Пайпер Хоум или Скраб Хоум магазин. Это одно и то же, да. Подарю кому-нибудь из вас один наборчик. По России поедет бесплатно. Попробуйте, пощупайте качество их бумаги. Ссылочки на производителя все будут в описании, на магазин, на сайт Инстаграм, ВКонтакте. По условиям, если хотите в розыгрыше, нужно будет на них подписаться. Что я желаю, в свою очередь, роста этому бренду. Потому что качество мне действительно понравилось. Мне понравилось, как подходят они к принтам. Очень удачный вариант в детских коллекциях. И спасибо, что вы начали свою бумажную, именно своего производства, жизнь именно с детских коллекций. Потому что их, как я сказала, не хватает. Ну, по крайней мере, мне. И эти обязательно у меня будут, мне кажется, пользоваться успехом. У заказчиков так точно. Вот. Еще раз желаю роста производителю. Ну, а вам спасибо, что вы были со мной. Что пощупали, посмотрели эту новую бумажку. Пишите свое мнение. Может быть, кто-то уже поработал с ней, потому что появился бренд не так давно. Но, тем не менее, из-за того, что есть доставка в Wildberries, это очень-очень быстро. Рады, что вы со мной. Побольше времени вам на скраб. И пока-пока.